Они даже похожи, как живет внук Маргариты Тереховой, который также пасынок Митяя. Друзья, приветствую вас на нашем канале. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под роликом, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Благодарю. А мы начинаем. Российским телезрителям хорошо знаком актер Николай Добрынин. Он снимался в многосерийных фильмах «Нина», «Семейные тайны», «Дом с лилиями». Также он сыграл в сериале «Сваты». Там Добрынину доверили роль Митяя, так как раньше ему доставались преимущественно драматические роли, то комедийный образ Митяя был не совсем характерен для Добрынина. Однако актер справился со своей задачей на все 100%, и Буханкин стал всенародным любимцем. О своей личной жизни популярный артист не особо любит рассказывать. Но известно, что сейчас он женат третий раз. Его супругу зовут Екатерина. Она помощник режиссера в одном из столичных театров. В этом браке Николай Николаевич познал радость отцовства. На тот момент ему было уже 45 лет. В семье родилась долгожданная дочь. Сейчас девочке 12 лет. И она является единственным биологическим ребенком актера. Но мало кому известно, что у Добрынина есть еще и взрослый приемный сын Михаил. Его актер воспитывал, когда был женат на его маме, Анне Тереховой. Женщина была второй супругой Николая. Также она является дочерью известной актрисы Магариты Тереховой. Николай и Анна познакомились в начале 90-х. На тот момент Анна развелась с первым мужем и самостоятельно воспитывала маленького Мишу. Добрынин принял мальчика как родного. Дал свою фамилию и окружил отцовской заботой и вниманием. Даже когда родители расстались, Михаил продолжил общаться с своим приемным отцом. Сейчас он уже взрослый мужчина. Ему 36 лет. Он отлично ладит с нынешней женой отца, а также безумно любит свою младшую сестренку Нину. Периодически на своей страничке в соцсети Михаил выкладывает фотографии как с мамой, так и с семьей отца. Ввиду популярности Добрынина и внешнего сходства с известным композитором и певцом Вячеславом Добрыниным, очень часто их считают братьями. Но несмотря на действительно поразительное внешнее сходство, никаких родственных связей у Николая с Вячеславом Добрыниным нет. А вам нравится актер Николай Добрынин и его роли в кино? И до встречи в новом видео!